Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей, я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка, обязательно переходите и посмотрите. Мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своем 12-м поэтическом сборнике, который называется Неметон. Кстати, подписывайтесь на мой канал, здесь будет интересно. Итак, написан Неметон вперед с 21 марта по 23 мая 2021 года. Математически он посвящен моему продолжающемуся пути исследований, связей человека с таинственным и полным загадок миром природы, дарующим чудеса, открывающим возможности, обучающим и исцеляющим, как, впрочем, и вдохновляющим на познание и созидание. Главный процесс сборника – это синий семян, ну а главный его цвет – это изумрудный зеленый. Что касается имени, то Неметон в кельтской дроидической традиции – это особое дерево, ну или группа деревьев в лесу, обращение к которым использовалось для выполнения ритуалов и обрядов. Поэтому и мой сборник представляет собой такое древо, у которого есть корни, ствол, ветви, листья и плоды. Все это единое целое, поэтому наиболее верно воспринимать материал сборника не как 150 отдельных стихотворений, а как одно большое, наполненное общим смыслом. Кстати, у меня есть свой Неметон, он сейчас, кстати, находится в кадре на заднем фоне, и именно поэтому об этом сборнике я снимаю на этом ходе. Ну а посвящается этот сборник всем, кто совершает добро. В завершении по нашей традиции я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник Неметон вы можете приобрести в электронном виде на платформе Литрес. Ссылка есть в описании к видео, обязательно переходите и скачивайте. Напомню, что обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуарда Родригеса Кальсада с его личного разрешения, и ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. На второе, что я сделал это, прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника Неметон. Всегда буду напоминать, что я так себе читать стихов, а поэтому прочитаю так, как получится. Первое из них называется «Дамнатио Мемория». Проклятие памяти просто. Забыть, чтобы вспомнить. Единое всегда одно. Тайны снимут свои ветви. В забытье направив взор. Тонких игл откровений. Ткут события узор. Но не помню даже имя. Образ где-то в пелене. Плод первичен или семя. Мне уснуть или тебе. Ведь когда-то было можно, но забыть заставил сон. То, что просто стало сложно. Песня превратилась в стон. Все же неизбежность Эду. Спять реально обернуть. Полностью стерев ответы. Заново прожить свой путь. И тогда спадут оковы с приунывшего ума. Смыслы разумом, словно брызги, переполнен берега. Проклятие памяти просто. Забыть, чтобы вспомнить. Единое всегда одно. Ну и тут нужно дать небольшой комментарий, что «донатио мемория» на латыни, собственно говоря, и означает «проклятие памяти». Следующее стихотворение, которое прочитаю для вас, называется «Никому не скажу о крыльях». Я никому не скажу о крыльях. Будет полдень, тогда взлечу. Пока не с подзвуки ливня, медовую леплю свечу. Обещаю, что заполню свой холст. Даже если с ошибками пусть. Знаю, вскоре будет полет. За новыми красками устремлюсь. Ничего, что нет облаков. Стану к солнцу ближе зато. И в негаданно-радостный миг Отыщу ключи от замков. О крыльях никому не скажу. Сами узрят и в высоте. Как в безбрежных просторах я Помчусь навстречу весне. Вот такое стихотворение. А мы двигаемся дальше, прочитаю еще одно, которое называется «Плыть, не становясь водой». Плыть, не становясь водой. Одной лишь точкой растворяясь на закате. Обнажена душа, укрытая волной. Течение сомнения разгладит. Отдав себя благоразумию реки, Объятие распахнуло ее потоку. И слушаю сердцебиение. Оно готовит разум к новому уроку. Как будто бы застыли берега, Что ожидают моего решения. А я плыву, не становясь водой, Через дыхание пропуская изменения. И вот пришла пора. В моменте наивысшего сияния. Почувствовал себя собой в себе. И началась эпоха процветания. Что ж, на этой ноте будем наш сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. И напомню, что если вам необходима психологическая помощь, Обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы С самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. Ну а я желаю вам всего наилучшего и говорю, До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok